Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем с хасидской притчи, которую рассказывал Раф Маше Шапира. Однажды хасидский рэбэ остановился в одном постоялом дворе. Ему отвели хорошую комнату, над кроватью висели такие часы. Прошла ночь, утром бледный рэбэ обратился к хозяину постоялного двора. Откуда у тебя, говорит, эти часы? Тот говорит, вы знаете, это целая история. Приезжал один человек, он прожил два дня, сказал, что денег у него наличных нет и в качестве оплаты оставил часы. Спасибо, сказал рэбэ, ты открыл мне великую тайну. Несомненно, это был один из 36 скрытых праведников. Дело в том, что это совершенно другие часы. Все в мире часы показывают, что еще одно мгновение прошло, пропало бесследно. Щелк, 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 щелк. Прошла минута, нет жизни вычеркнута и так далее. А эти чудесные часы не давали мне заснуть на минуту, потому что они показывали, что еще на одно мгновение мы приблизились к окончательному избавлению, к приходу Машеха. Это притча о чем? Она учит нас, что внутри непрерывного потока времени заключена величайшая тайна. Также от Маше, Рава Маше Шапира говорили такие вещи. Давайте вдумаемся, это немножко непросто. Какая связь между двумя словами на иврите? Зман, время и азмана, приглашение. Зман, время, это непрерывно движущийся поток. Вчера, сегодня, завтра там. Азмана, это приглашение. А куда же приглашает нас время? Время, которого нет до нашего мира и нет после. Куда? Она приглашает нас выйти за пределы непрерывного потока времени. И куда-то зовет, и написано, где в протоктате. А вот написано, кстати, что этот мир похож на коридор перед будущим миром, который является тронным залом. Туда в вечность нас это зовет. Вы помните в Торе, когда Бог поднял Аврама над звездами? Он поднял его там, где уже не было времени. Он мог увидеть впереди, сзади все, что можно. Так что заключено в слове азмана? Это приглашение для нас. Это приглашение в вечность. Несомненно, мы все абсолютно помещены в рамке потока вот этого времени. Но каждое мгновение жизни мы можем использовать для того, чтобы присоединиться к вечности. В конечном мире есть возможность присоединиться к вечности. Это уникальные возможности. Нет ни одной заповеди, которая не была бы связана с оживлением мертвых. То есть будущим миром. Поэтому нельзя упускать возможность прилепиться к вечности. Хватать надо эти заповеди. Всевышний создал наш мир, проявляя величайшее милосердие. Потому что подарил нам что? Благословение забывать. Самые какие-то яркие картины прошлого уходят и тусклеют, пропадают. Человеческие беды со временем меркнут. И уже не так болезненно воспринимаются. Но в грядущем мире нет абсолютно забвения. Всем нам надо знать, что за излишнюю сосредоточенность на собственных желаниях в нашем мире, так сказали мудрецы, в мире грядущем придется отдержать ответ. Наш земной мир это иллюзия. Его легко можно проспать, проиграть. Будущий мир это мир истины. И каждому из нас предстоит хотя бы время от времени задумываться, с каким багажом мы попадем в будущий вечный мир. От наших поступков, кстати, часто зависит не только наша судьба, но и судьба всего мира. Если кто-то не верит или думает, что это преувеличение, что говорят нам каббалистические источники? Когда царь Соломон Шлома взял в жены дочь фараона, царя египетского, сошел с небес, написано, ангел Михаил, и вбил столб в Средиземное море у одной из рек. Со временем вокруг него утвердилась земля, камни, огромный лес, и на этом месте вышел кто? Рим. А в день, когда Яровам возвик двух золотых тельцов в городах Байтель и Дан, для того, чтобы отвратить евреев от паломничества в Иерусалимский храм, написано, что Ромул и Рем пришли на место будущего мира, Рима, и уж постоили там первые две хижины. Но кто это мог понять тогда? Ведь только у хозяина мира нет ограничений во времени. Для него не существует этого. Что в псалмах написано? Тысяча дней для тебя, как день вчерашний. Надо подумать об этом. А то человек видит все, а выводы делает разные. Знаете, как зашел один проповедник в пивной кабак, чтобы убедить пьяниц воздержаться от вина? Чтобы продемонстрировать им вред от алкоголя, он предложил им понаблюдать за таким опытом. Он взял рюмку чистого виски, достал из кармана банку с червяком, вытащил червяка и бросил виски. Червь скорчился и через минуту умер. После демонстрации человек спрашивает одного из пьяных, ну ты понял, в чем смысл того, что я показал? Тот говорит, конечно понял. Виски хорошо для здоровья, поскольку убивает червей в организме. Поэтому видим мы все одно и то же, понимаем по-разному. Понимаем в меру своего желания понять. У нас шаббат. Шаббат первый, шаббат месяца Аф. Это любое начало, это конечно начало, да? Но самое главное не в этом. Самое главное то, что от проведения этого шаббата во многом зависит целый месяц. Поэтому сегодня надо немножечко как бы в этот день, в Афе обычно уже не пьют вино, не едят мясо, а сегодня можно все. А если можно все во время, когда нельзя, то это значит, что надо вдвойне. И главное в этот день улыбаться. Вам нужно очень радоваться. Потому что когда будет радость, будет все. Браха вы от слаха, хорошего, доброго, мирного и вкусного шаббата.